МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, выполнение обязанностей президента страны вместо сбежавшего Виктора Януковича парламент возложил на спикера Александра Турчинова из партии «Батькивщина». За проголосовали 285 из 339 зарегистрировавшихся в зале депутатов. Согласно постановлению, Турчинов будет выполнять обязанности президента до того, как в результате выборов в должность не вступит новый президент. Как ожидается, выборы пройдут уже через несколько месяцев. Напомним, минувшей ночью президент Виктор Янукович, а также ряд крупных чиновников пытались покинуть страну, но им это не удалось. Где они теперь, никто не знает. Всемирный конгресс украинцев поздравляет украинский народ на победном пути к демократическому украинскому и европейскому государству, что свидетельствует о его силе, отваге и единстве, говорится в пресс-релизе организации от 23 февраля текущего года. Конгресс также приветствует конструктивную работу Верховной Рады Украины и полностью поддерживает важные постановления, которые она приняла 21 и 22 февраля 2014 года. В том числе о восстановлении Конституции Украины 2004 года, досрочных выборах президента Украины 25 мая 2014 года и об освобождении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Великобритания предложила финансовую помощь в рамках международного пакета спасения для Украины. Министр финансов Джордж Осборн сказал, что Великобритания и другие страны готовы финансово помочь восстановлению Украины после кровавых событий, прошедших недели насилия, в результате которого погибли по меньшей мере 88 человек и сотни получили ранения. Министр финансов США Джак Лью, в свою очередь, призвал Украину как можно скорее начать переговоры с Международным валютным фондом по финансовой помощи, как только будет сформировано новое правительство. В Украине продолжаются отставки глав областных государственных администраций. О сложении себя полномочий глав АГА на сегодняшний день заявили уже 11 губернаторов западных и центральных областей страны. 23 февраля о своей отставке заявил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко. О сложении себя полномочий главы Тернопольской областной государственной администрации заявил Валентин Хаптян. Заявление об увольнении вчера написал и губернатор Бинницкой области Иван Мовчан. Ранее о своем увольнении заявили главы АГА Василий Чуднов, Ивано-Франковская область, Василий Берташ, Ровенская область, Сергей Рыжук, Житомирская область, Михаил Попиев, Черновицкая область, Александр Башкаленко, Волынская область, Геннадий Николаенко, Николаевская область, Владимир Хоменко, Черниговская область и губернатор Львовской области Олег Сава. Верховная Рада поддержала постановление номер 4189 о передаче Межигорье в госсобственность. За это решение проголосовали 324 народных депутата, пишет «Украинская правда». Целью восстановления права собственности Верховная Рада постановляет передать комплекс отдыха пуще водица в урочище Межигорье, правительственной резиденции Межигорье в государственную собственность. В 10-дневный срок провести соответствующее мероприятие обеспечить передачу имущества в госсобственность, говорится в тексте. Руководство Крыма будет выполнять решения Верховной Рады Украины. Силовые структуры регионов подчинятся назначенным парламентом руководителям, сообщил журналистом премьер-министр Крыма Анатолий Могилев. Верховная Рада Украины взяла на себя ответственность за ситуацию в стране. Она принимает решения. Легитимность этих решений пусть оценивают юристы, об этом можно долго спорить. Но депутаты принимают решения, и эти решения необходимо исполнять, цитирует Могилева РИА Новости. По его словам, работники крымских силовых структур будут выполнять все соответствующие Конституции Украины распоряжение новых руководителей ведомств. Центральным вопросом, открывающейся сегодня в Страсбурге пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 24 по 27 февраля, обещает стать кризисная ситуация в Украине. Об этом сообщает Цензорнет со ссылкой на Интерфакс Украина. Предметом обсуждения будут объявленные 20 февраля Советом ЕС санкции, а также дипломатические усилия Евросоюза, направленные на прекращение столкновений в Украине. Дебаты пройдут во второй половине дня в среду, а в четверг евродепутаты проголосуют за резолюцию по Украине. После формирования нового правительства в Украине ЕС готов предоставить Киеву 20 миллиардов евро на проведение реформ, заявил глава Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмал Брок. «Мне кажется, что будет 20 миллиардов евро на столе на проведение реформ, и эту поддержку можно будет предоставить немедленно для предотвращения дефолта», сказал Брок в эфире телеканала «1 плюс 1» в воскресенье вечером. Европдепутат выразил надежду, что в Украине скоро появится новое правительство, которое и проведет нужные реформы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении национального диалога. Это решение было принято на фоне массовых антиправительственных выступлений, в результате которых погибли, по разным данным, до 11 человек. По словам Мадуро, в переговорах примут участие представители всех политических, социальных и религиозных движений. Начало конференции запланировано на среду, однако уже в понедельник венесуэльский лидер намерен провести рабочую встречу с региональными властями, в их числе главный противник президента, экс-кандидат на выборах от оппозиции Энрике Каплилес. В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против мер бюджетной экономии. Чтобы вывести Испанию из кризиса, правительство Мариано Рахоя сокращает расходы на образование и здравоохранение, а также намерено вновь внести изменения в трудовое законодательство. Испанцы считают эти меры неэффективными, а Рахоя обвиняют в диктатуре и сравнивают с Франко. Опубликованы социологические исследования, которые свидетельствуют, что сенсорные экраны обогнали по популярности куклы, настольные игры и другие традиционные игрушки. Как оказалось, дети предпочитают игрушкам тачскрины. Более половины опрошенных родителей заявили о пристрастии своих детей к мобильным устройствам с сенсорным экраном. Полученный недавно снимок с телескопа Хаббл запечатлел звездную систему, которая находится на расстоянии более 13,5 миллиардов световых лет от нас. Этот факт делает обнаруженное звездное скопление кандидатом на самую удаленную из всех известных науки гравитационно-связных систем, которые человек смог увидеть за весь период своего существования на Земле.